всем привет с вами настя я подсняла процесс написания морского пейзажа маслом решила вам его показать здесь я вот отмеряю пропорциональность на полотне да то есть море занимает одну третью от холста далее смотрю как будет на каком расстоянии было находиться где будет волна вот это все отмечаю и смотрю направление буны то есть как она располагается вообще на самом деле в последнее время я очень много пишу маслом разных картин но не снимаю то есть без камеры и тут я решила исправиться думаю ну попробую заснять такой процесс это конечно немножко необычно потому что отснятого материала получилось на три с половиной часа а еще два дня я потом это все обрабатывала редактировала делала ускорение на видео там думала как вообще озвучку делать в данном видео потому что это не совсем обычный мастер-класс по интерьерным картинам где я прям пошагово рассказываю объясняю что делать как рисовать что покупать нет это просто написание картины масляной морского пейзажа и есть честно даже особо не знаю как тут что объяснять но решила все таки выставить это видео для вас может быть вы посмотрите почерпнете что-то новое или наоборот можете написать какие-то свои лайфхаки написания картин я вообще всегда к этому открыто и очень рада обсуждать с вами какие-то вещи такие вот связанные с рисованием с написанием поэтому велкам в комментарии пишите свое мнение как вам этот мастер-класс это кстати оси мне помогает рисовать без него бы ничего не получилось вообще никак до любопытный очень котик и так я начинаю с того что заполняю небо сначала светло-желтый краска верхнюю середину потом светло-желтый добавляю такой красный получается персиковый добавляю по бокам ну смотрю на фотографию где какие оттенки расположены и начинают тушевать тушевать смешивать то есть когда мы наносим какой-то цвет и для планового перехода мы потом берем очищаем кисть и чистой сухой кисточку уже начинаем тушевать цвета между собой таким образом мы получаем плавный переход на данной картине я кстати изображаю свой родной город это город сочи если вы тоже захотите нарисовать этот морской пейзаж что я на своей страничке в пусть и выставлю бесплатный пост эту фотографию и вы сможете перейти взять ее за основу как за референс и тоже попробовать можно даже акрилом попробовать или акварелью вообще чем угодно мелками карандашами вообще вот чем вы рисуете тем те инструменты берите в руки и давайте вместе будем рисовать такую красоту такой красивый закат уже наверное осенний да это уже осенний сочи потом с правом в правом углу я добавляю такого серо-голубого цвета и тоже начинаю растушевывать чтобы у нас были плавные цвета которые перетекают друг друга чтобы была легкость невесомость потому что это воздух в первую очередь хоть облака там такие более увесистые тяжелые ну кажется да то есть насыщенного цвета все равно это должен быть воздух далее я смешала красный синим и потом получился такой бордовый оттенок добавила туда фиолетового все размешала и вот мы видим такой темный благородный бордовый фиолетовый красивый оттенок даже он больше наверное как свекольный и вот так вот внизу добавляю вот этого цвет этого оттенка кисточка у меня полусухая хотя бы на ней есть краска но все равно холст очень хорошо все впитывает поэтому кажется что полусухая дальше добавляю белого еще красненького дело такой вот розоватый оттенок светленький и опираясь на фотографию я добавляю этот светло-розовый оттенок на полотно вообще это видео я бы конечно не расценивала как обучающие это скорее я просто показываю отснятый процесс написания картины и комментирую какие-то свои этапы как я что делала это на самом деле очень трудно потому что в живописи вот у меня лично нету пошагового какого-то прям конкретного действия там этот потом то но в целом и в общем я могу обозначить какую-то логику движения до работы с цветом работы с формой и так далее вот например в небе я сначала заливаю цветовыми пятнами а потом только начинаю все растушевывать то есть сначала я делаю фон фон неба а только после этого когда вот мне уже будет сто процентов нравится результат оттенки цвета меня будет все устраивать я буду уже писать облака и так далее какие-то детали конкретные вообще рисовать или писать природу это классный тренажер потому что в природе все оттенки и цвета между собой классно сочетаются и тем самым если вы будете много писать какие-то там закаты или пейзажи у вас будет интуитивно уже развиваться вкус в колористике то есть вы в дальнейшем будете уже сами чувствовать какой цвет с чем классно сочетается выработаете в себе вот этот вот навык ну конечно я изучала также цветовую палитру итана и так далее именно поэтому я в последнее время часто пишу пейзажи и еще специально в интернете к раз классные красивые картинки потому что мне хочется это буйство красок хочется изобразить характер стихию но при этом при всем эти оттенки будут сочетаться между собой и все будет гармонично вы кстати видели уже на превью готовую работу смотрите вот сейчас вроде бы все оттенки и все цвета они такие разнятся до между собой холодные теплые темные светлые но в итоге результат получится очень такой спокойный для интерьера то есть все оттенки они будут такие более белые уходить и спокойные тона хорошо пойдет в спальню в гостиную там может быть даже в детскую в какой-то мере если уже ребенок более взрослый то есть вот это дает природа это удивительно и кстати если брать во внимание саму картинку с которой я рисовала она отличается от моей итоговой работы потому что я ее расценивала именно как референс я не хотела сделать точную копию того вечера хотела лишь передать какое-то свое внутреннее состояние именно когда я смотрю на эту фотографию что я чувствую и как отображаю это в наш мир через призму собственного видения как-то так надеюсь не очень сложно и я закончила именно с фоном неба сейчас перехожу к облакам намешиваю темно-серый цвет и у меня такая вот кисточка скошенная ну угловатая можно ее также наверное назвать синтетическая кисть похлопывающими движениями таким образом очень легким я намечаю сами облака смотрите мы всегда начинаем с темного то есть мы сначала рисуем тень у облака а только потом светлой добавляю начинаем душевать и появляется объем я вам хотела сказать чтобы вы не переживали если например вы пишете какую-то картину с референса фотографии или на пленэре и у вас не получается точная копия в этом совершенно нет ничего страшного если вы не преследуете цель гиперреализма потому что мы не ксероксы мы не роботы да мы люди и каждый видит действительно по-своему действительно по-разному чувствуют этот мир по-разному один человек может посмотреть на закат и сказать ой такой теплый закат меня прям вот разливает вот эта теплота заполняет меня мое сердце мою душу а кто-то может посмотреть и сказать о вон там тучка идет и передать именно эту тучку поэтому выключаем себе перфекционизма перфекциониста внутреннего полностью уходим в процесс и передаем свое мироощущение передаем на холст именно то как вы видите этот мир то как вы его чувствуете да и не стесняемся своего видения наоборот развиваем его потому что в первую очередь вы будете развивать собственный стиль собственный характер написания картины это очень важно это именно то что будет отличать вас от других художников до художники могут быть одного возраста морку могут жить в одной стране но все равно виден это различается у всех и это нужно в себе ценить культивировать и развивать да как бы вот эту насмотренность мир ощущения и выплескивать свой внутренний мир свое настроение на холст я вам этого желаю прям сто процентов ребята не стесняйтесь своего видения в картинах и как вы можете заметить я сделала как раз то о чем говорила ранее сначала темный фон облаков то есть тень а потом светло-серый нанесла на облака и начала все вместе тушевать таким образом появляется объем да то есть мы видим куда падает свет где у нас расположена тень вот как то так это работает единственное что я еще хотела добавить про изображение про рисование да все оттенки цвета могут быть формы там все цело наши изнутри но чтобы картина получилась более понятные очень важно соблюдать пропорции перспективу то есть смотреть где объект должен находиться какое у него направление да по отношению к плоскости какую там часть он картины занимает можно прибегнуть также к золотому сечению то есть если мы будем соблюдать конструктивное построение рисунка то все остальное может быть вот немножко по нашему но это очень вот это знаете скелет важно соблюдать потому что даже мы можем рисовать какую-нибудь абстракцию да будет новая форма новый цвет но если вот как раз конструкция будет считываем эту зритель поймет что вы имели ввиду даже если мы рисуем какой-то объект или человека не очень понятно да но там например будет считываться что это голова или но или глаз не просто он где-то по-другому расположен там чуть выше чуть ниже то зритель вас и в итоге поймет а я тем временем перешла уже к написанию нижних облаков и здесь в принципе все то же самое сначала рисуем темную часть да то есть тень облаков а потом уже светлыми оттенками придаем форму объем такую вот воздушность сначала все делаю беленьким светло-сереньким цветом а дальше уже начнут добавлять такой розовый персиковый и голубой оттенок еще хотела вам сказать никогда не бойтесь что у вас что-то не получится то есть если ранее вы не пробовали писать какие-то конкретные формы то если вам интересно попробовать берите и делайте потому что только опыт только навык будет давать вам какие-то классные результаты красивые спустя какое-то время бывают конечно случаи что получается сразу но в целом и в общем бояться не стоит нужно пробовать один раз пробовать второй раз пробовать третий раз и с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше вы будете видеть прогресс прям вообще на лицо у вас будет прогресс это однозначно причем это касается мастеров и художников разного уровня как и начинающих так и учащихся до средних так и мастеров с опыта у каждого есть куда расти где развиваться что-то попробовать новое какие-то постоянно техники появляются тенденции определенные там сюжеты картин до более востребованы становятся поэтому все всегда пробуют новое не боимся берем в руки материалы и идем рисуем идем к новым начинанием к новым красивым картинам если я вижу необходимость то добавляю какие-то более темные тона чтобы оттенить одну тучку от другой тучки или добавляя наоборот светлые на верхушку тучки чтобы она где-то более подсвечивалась а где-то была там тень где нужно и потом делаю такие вот прожилки уже которые стремятся к морю такие тоненькие облачка худенькие маленькие которые уходят уже конкретно в горизонт и затемняю саму линию горизонта которая будет отделять небо от моря если после того как я все растушевала мне слишком бледным кажется до изображение я опять добавляю какие-то оттенки в места в определенные вот синий розовый беленьким опять выделяю верхушки облаков и вот совсем слегка тушу чтобы цвет не потерялся но это вот в том случае если мне не устраивает результат в итоге и теперь я буду добавлять прям красный тонкими линиями для того чтобы создать в нижней части заката там такой яркий цвет и начинаю проводить линия моря такого оттенка знаете серая серо-синя зеленого то есть он мне там был много составляющий цвет и прям по нему просто белый белыми титановыми белилами я провожу такие полоски потом замешиваю еще более зеленый оттенок чтобы он преобладал и делаю такую вот большую волну ну там добавляю светлые оттенки темные оттенки то понятно а у меня тем временем уже пошел второй день написания картины и вот кот мне опять помогает без него никуда он рядом сидит со мной контролирует процесс рисования на самом море я начала добавлять блики розового цвета которая отсвечивает от неба белые розовые сейчас вот рисую буны светло-бежевой краской черной серой краской подчеркиваю ее рельефы вторую буду нарисовала и теперь тут будет мне не знаю что это либо маяк либо какая-то вышка смотровая специально на фотографии была изображена вот такие вот детальки буду мелкие прорисовывать тоже краской то есть когда по моему мнению море уже готова со всеми бликами и оттенками переливами так далее я приступаю к написанию таких мелких деталей это уже финишный будет этап на данном участке картины я знаю что многие художники не любят мельчить изображать какие-то такие мелкие штуки но мне наоборот это очень сильно нравится потому что они добавляют вот такой живости картинки какой-то реальности и видно что это реальное место они просто вымышленные из головы но это вот лично по моему мнению я перехожу к завершающему этапу написания картины это нужно изобразить вот такую белую пучину пену морскую на волне которая вот лидирующая дна у нас тут на картине просто белилами белыми красками я вот такими движениями полукруглыми обвожу те места где должны быть белые участки и таким образом создаю этот эффект пучины потом под волной тоже линиями белилами буду проводить такие полоски неровные то есть они будут как больше зимзообразные волнообразные и все картина будет готова и тут я решила тоже немножко поэкспериментировать а саму пучину вот эту белую да я делаю не гладкой то есть я беру белила без разбавителя и прям так густенько наношу для того чтобы ее отделить от заднего плана картины потому что она как-то выступает прям смотрит на нас я решила сделать ее такой рельефный объемный немножко в 3d варианте ну что вот такой результат у меня получился как я обещала все тона спокойные хотя тут много разных цветов но они все в одном не кричащим тоне если вам понравилась эта картина этот мастер-класс ставьте палец вверх подписывайтесь на канал ссылки в описании под видео будет ссылка на бусте где я обещала сделать бесплатный пост референсом переходите там берите референс и рисуйте также можете подписаться на меня на boost это бесплатно не обязательно делать такую платную подписку просто будете следить за новостями канала и если будете рисовать эту картину также можете мне отмечать в социальных сетях по хэштегу ст нижнее подчеркивание стейси 09 я потом буду искать ваши работы смотреть отмечать своих stories это будет очень классно такой обмен опытом и результатом вот ну я желаю всем творческих успехов до новых встреч до новых видео пока пока всего хорошего вам